Я увидел, что он выходит из двери, я его сразу повалил. Здесь его положил, в руку заломил. На защиту своего дома Станислав Николаевич встал не раздумывая. Он схватил злоумышленников в момент совершения преступления, что называется за руку. Но незваный гость оказался проворнее. Воспользовался моментом, когда пенсионер звонил в полицию, вырвался, выбежал из дома, перемахнул через забор и скрылся. Я потом, когда он убежал, думаю, что он здесь сделал, что он мог взять. Зашел, увидел, что расстегнута сумка. Я знаю, что у меня в этой сумке кошелек. Постоянно я, как говорится, с ней хожу. Злоумышленник прошел мимо пенсионера, когда тот был во дворе дома. Жертвы негодяй даже успели обменяться взглядами. Станислав Николаевич подумал, что прохожий знакомы его соседей. Почувствовал неладно, лишь когда скрипнула дверь в прихожую его квартиры. Когда выходили, двери не закрыли? Нет, он не открыт. Но я здесь, во дворе, в лед колю. Я во дворе. Ну, это уже сверх наглости. При хозяине он меня видел прекрасно. Я увидел, что я здесь. Зайти и делать свои дела. Из дома пенсионера неизвестный успел похитить кошелек, в котором было более 7 тысяч рублей. Прибывшим к дому сотрудникам полиции мужчина описал злоумышленника. И уже через несколько минут по горячим следам его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. На улице Симбирской нами был задержан гражданин по приметам, который был доставлен на место совершения преступления, где потерпевший указал на него, как на лицо, проникшее в его квартиру. Трижды судимый за кражей. 35-летний мужчина на свободе успел провести всего несколько часов. Отпразднув это событие, подозреваемый якобы направился в церковь. Как по пути заглянул в чужой дом и где выбросил кошелек, он и вовсе забыл. Я сегодня освободился, шел по улице, шел домой. Я бомж. И шел, как-то я отказал. То есть я шел в церковь, не успел туда зайти, конечно же, в церковь. Мне задержала полиция. Максимальное наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище – лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент подозреваемый ждет суда, находясь под стражей. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.